Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит моя стряпня вам еще не надоела. Она может быть и к лучшему. Сегодня на обед я приготовлю суп из белой фасоли. Отнести его к какой-то определенной стране я не могу, просто не имею права, так как фасолевый суп готовят в очень многих странах, таких как Турция, Босния, Албания, Венгрия, Болгария, ну и в других странах. Я покажу вам свою версию этого супа, как дома готовлю его я. Скажу сразу, что этот суп не очень хорош для людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но и здесь есть маленькая лазейка, так как суп получается очень вкусным, и иногда его просто хочется. Приступаем! Количество всех ингредиентов вы найдете под видео. Первонаперво я поставлю вариться бульон. Бульон я буду, точнее мясо, я буду готовить до полуготовности. Просмотрев видео полностью, вы поймете, для чего я это делаю. Варить мясо я буду в скороварке, чтобы процесс у меня прошел довольно быстро. Мясо я только промыл, с него ничего я в данный момент не срезаю. Отправляю так, как его есть. Воду я беру всегда горячую, кипяченую. Сразу отправляю 2 чайные ложки соли. Традиционные специи для бульона. Лавровый лист, можжевеловые ягоды, душистый перец, гвоздика и перец горошком. Черный или белый, какой у вас есть. Я отправляю вариться. Овощи для бульона я добавлю немного позже, после того, как у меня откроется крышка в скороварке. Я делаю это для чего, чтобы просто-напросто овощи все сразу не убить. Чтобы какая-то польза в них в бульоне еще осталась. Овощи промываю и крупно нарезаю. Для самого супа мне понадобятся очищенные помидоры в собственном соку, черешковый сельдерей, морковь, корень петрушки, сладкий болгарский перец, красный, зеленый, какой у вас есть. Также понадобится оливковое масло, картофель, чеснок, лук, укроп, копченая паприка, майоран и зыра. Ну и, само собой, разумеется, фасоль. Фасоль я замочил в холодной воде на ночь, эту воду я слил. Я не варю фасоль в воде, в которой она замачивалась. Тем самым я вымываю значительную часть токсинов, присутствующих в фасоли. Картофель я почищу, сладкий перец, порежу на небольшие кубики, морковь, корень петрушки, ну и остальные овощи. Да, что еще я хотел сказать. Также для супа понадобятся копченые ребрышки. Я взял свиные копченые ребрышки и я взял бекон. Бекон я предварительно обжарю, чтобы избавиться от излишков жира. Крышка у меня на скороварке открылась. Теперь я в полуготовое мясо добавляю свиные ребрышки и обжаренный бекон. Почему я делаю именно так и не иначе? Потому что свиное мясо готовится в два раза быстрее, чем говядина. Я просто хотел, чтобы мясо имело еще какую-то структуру, иначе бы свинина просто-напросто разварилась. Пока мясо варится, я залил фасоль холодной водой без соли и начинаю ее варить. После того, как она закипит, я ее буду варить примерно еще 20 минут. После этого я воду просто солью, готовое мясо вытащу, процежу бульон и добавлю туда свою фасоль и буду варить ее дальше. Да, еще чуть не забыл. Овощи, овощи для бульона, вот теперь я их добавляю, чтобы какие-то витамины еще остались в самом бульоне. Фасоль закипела, и с этого момента я ее варю еще 20 минут. К тому времени мясо должно уже полностью приготовиться. Так, фасоль я откинул на сито. Сразу же его оставляю сюда же в кастрюлю. Теперь подсаживаю бульон. Мясо у меня готово. Так, ну а бульон я процеживаю сразу сюда в кастрюлю с фасолью через бумажное полотенце. Так, ну и я отправляю фасоль вариться дальше. Я процеживать в кастрюлю с фасолью весь бульон не буду. Возможно, он мне весь не понадобится. Я его процежу в отдельную емкость. А пока пускай фасоль варится, а я займусь разборкой мяса. Косточки я так и оставляю, как они есть. Бекон. Если вы его не хотите иметь в супе, вы можете его удалить. Если нет, то оставьте его в супе. Я оставляю. Так, теперь с говядины я удаляю весь жир. Если вы, конечно, любите мясо с жирком, то вы можете оставить. Это ваше право. Так, мясо у меня готово. Я его убираю просто в сторону и занимаюсь пассеровкой овощей. Пассеруем овощи. Добавляю немного оливкового масла. Так как я не любитель лука, я добавлять не буду. Вы обязательно добавьте. Начинайте с пассеровки лука. Я сразу начну с пассеровки сладкого перца. Сладкий перец я нарезал некрупными. Такие, знаете, максимально сантиметр на сантиметр кубики. Мы не обжариваем, мы пассеруем. Так, сельдерей, корень петрушки и морковь я тоже порезал некрупно. Отправляю их сюда же. Сразу присаливаю. И дадим немного потушиться. Специи пока не добавляем. В овощи я добавляю порезанные помидоры. Даю потушиться под крышкой. Специи не добавляю. Картофель отправляю к фасоли. Сюда же отправляю мясо, так как фасоль осталась вариться совсем недолго. Добавляю бульона, так как я вижу, что жидкости маловато. И варю дальше. Через 20 минут фасоль приготовится. Овощи будут уже готовы. Мы все добавим к основной массе. Добавим специи, перемешаем, вскипятим. Добавим соли, чесноку. И суп наш будет готов. Ну что, переходим к заключительной фазе. Картофель готов. Фасоль готова. Добавляю овощи. К моему супу добавляю чеснок, укроп, майоран и зиру. Так, у меня еще осталось немного бульона, я добавлю. Значит, смотрите. Бульон я варил в 4-х литровой кастрюле. Весь суп у меня теперь готовый в 5-ти литровой кастрюле. Забыл я добавить копченые паприки. Пробую на вкус. Дам супу закипеть. Поварю буквально 5 минут. И еще раз попробую. Если чего-то не хватает, то можно добавить. И на этом суп будет готов. Супчик готов. Как вы видите, суп у меня довольно густой. Не в смысле, что жидкость загущена, а сам по себе. То есть, суп насыщенный. Я его не наливаю, я его насыпаю. Таким он и должен быть. Если вам понравилось это видео, оставляйте ваши комментарии. Делитесь этим видео с вашими друзьями. А я желаю вам всего самого доброго. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok